Один доллар, восемьдесят семь центов. Это было всё. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бокалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывало подобные бережливости. Делла пересчитала три раза. Один доллар, восемьдесят семь центов. А завтра Рождество. Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Отсюда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают. Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу на парадной двери ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звук. К всему присовокуплялась карточка с надписью «Мистер Джеймс Диллингхэм Юник». Диллингхэм развернулась во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Диллингхэм» потускнели, словно не на шутку задумались, а не сократится ли им в скромное и непритязательное «Д». Но когда мистер Джеймс Диллингхэм Юник приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас «Джин!» и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхэм Юник, уже представленные вам под именем Делла. «А это, правда же, очень мило!» Делла кончила плакать и прошла с пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. «Завтра Рождество!» А у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джеймсэм. Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джимму, ее Джимму. Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джимму. В простенке между окнами стоял трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры. Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делли, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством. Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Надо вам сказать, что у читы Джеймс Деллинг Хемьюнг было два сокровища, составлявших предметы горности. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме, ну, швейцаром, и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти. И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестяя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она, тотчас же нервничая и торопясь, приняла снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, минуту стояло неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхый красный ковер. Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпу на голову, и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими слезинками в глазах, она уже мчалась вниз на улицу. Вывеску, у которой она остановилась, гласила «Всевозможные изделия из волос». Деллов сбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух. «Не купите ли вы мои волосы?» – спросила она у мадам. «Ну, я покупаю волосы», – ответила мадам. «Снимите шляпу, надо посмотреть товар». Снова заструился каштановый водопад. «Двадцать долларов», – сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. «Давайте скорее», – сказал Делл. Следующие два часа пролетели на розовых крыльях. Прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима. Наконец, она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима и только для него. Ничего подобного не нашлось бы в других магазинах, а уж она все в них перевернула вердно. Но это была платиновая цепочка для карманных часов простого и строгого рисунка. Ее, пожалуй, можно даже признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство. Эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесяти семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе незазорно будет поинтересоваться который час. Как не великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке. Дома оживление Деллы Пу леглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои. Исполинский труд. Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми, мелкими локончиками, которые делали удивительно похожий на мальчишку, дравшего суроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. Ну, сказала она себе, если Джин не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку из Кенни-Айленда. Но что же мне было делать? А что же мне было делать, раз у меня был только доллар и 87 центов? В семь часов кофе был уже сварен, и раскаленная сковородка стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток. Джин никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и усела с накрающих стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала, «Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравился». Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в 22 года быть обремененным семьей. Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток. Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Дели с выражением, которое она не могла понять. Ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас ни одной из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения. Делла соскочила со стола и бросилась к нему. «Джим, милый!» – закричала она. «Не смотри на меня так! Я стригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять вырастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если бы ты знал, какой я подарок тебе приготовила, какой замечательный, чудесный подарок! Ты остригла волосы?» – спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт. «Да, остригла и продала», – сказала Делла. «Но ведь ты меня все равно будешь любить. Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами». Джим недоуменно оглядел комнату. «Так, значит, твоих коз уже нет?» – спросил он с бессмысленной настойчивостью. «Не ищи. Ты их не найдешь», – сказала Делла. «Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласкивай, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове. И можно пересчитать?» – продолжала она ее нежный голос, вдруг зазвучал серьезно. «Но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, Джим». И Джим вышел из оцепенения, он заключил свою Деллу в объятии. «Будем скромны, и на несколько секунд займемся каким-нибудь посторонним предметом. Что больше, восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее». Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол. «Не пойми меня ложно, Делл», – сказал он, «никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел». Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас, увы, чисто по-женски, сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома. Ибо на столе лежали гребни. Тот самый набор гребней, один задний и два боковых, которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвее. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого, Делла знала это, и сердце ее долго изнывало и томилось от неизбыточного желания обладать им. И вот теперь они принадлежат ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребни к груди и, когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала, «У меня очень быстро растут волосы, Джим». Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок и воскликнула, «Ах, Боже мой!» Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости. «Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, пока нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть вместе». Но Джим вместо того, чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил себе руки под голову и улыбнулся. «Делла», сказал он, «Придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребень. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты». Волхвы, те, что принесли дары младенцу в ясли, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры. Может быть, даже соговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартиры, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказанным назиданием мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры, лишь подобные им везде и всюду они и есть волхвы. мудрецам мудрецам